Музыка Он и она снова по какой-то причине не могут быть вместе. Мужики, озлобленные на весь мир и женщин из-за того, что им не дают, трудности и радости материнства, прикуску с французским круассаном, семейная сага длиною в эпоху, мусор нас всех убьет, но и о многих других интересных книгах поговорим сегодня в прочитанном. Мудом этого выпуска пусть будет прекрасная Памела Друкерман за чашечкой кофе, которая, несмотря на свое активное материнство и трех детей, двое из которых близнецы, успевает найти времечко не только для чашечки кофе, но и для того, чтобы писать классные книги, о которых мы тоже сегодня будем разговаривать. Ну и, конечно, следовать ее примеру по части чашечки кофе, так это уж точно. Что ж, меня зовут Янис, вы на книжном канале, где мы говорим о книгах, смыслах них и за их пределами. И это рубрика 12 прочитанных книг. В целом, рубрика прочитана появлялась у меня на канале весь прошлый год почти каждый месяц. Я сама вела статистику своих прочитанных книг в месяц и вам рассказывала, и, в принципе, она была постоянной. Но потом я как-то устала именно от такого режима и от такого формата прочитанных книг, и вообще перестала ее делать. Но решила, что нужно возобновлять, и возобновлять я ее буду вот в таком вот ключе, как сейчас. Каждый раз, когда у меня появится 12 прочитанных классных книг, о которых мне захочется вам поведать, я сяду перед камерой, возьму стопку этих замечательных книжек и расскажу вам о них поподробнее. Мне кажется, 12 это такое как раз число, что вам будет из чего выбрать себе напочитать, и, возможно, вы не уснете где-то посреди этого ролика, из-за того, что книг не слишком много, как мне кажется. Так что, если вам нравится такая идея и затея, обязательно сообщите об этом в комментариях. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на меня в Инстаграме, Телеграме и на Пусти. Там можно получать дополнительный контент от меня, ну и в целом спонсировать мое творчество. Мы уже с вами отправимся в этот удивительный мир прочитанных книг, самых что ни на есть интересных, так что запасайтесь кофейком, чайком или чем покрепче, и погнали! Итак, может быть, Кинг и хотел бы, чтобы мы отложили на позже обсуждение его книги позже, но мы не будем откладывать это на попозже. Худорственное произведение Кинга. Читается оно с довольно большим интересом, очень быстро, и это та книга, которая как раз-таки дает надежды на то, что если захотеть, то можно прочитать всего Кинга наверняка, несмотря на то, что библиография у автора очень весомая. Тем не менее, на позже вам понадобится буквально два вечера, то и один, смотря у кого сколько времени. У нас есть подросток, у которого есть очень какие-то такие своеобразные таланты, назовем это так, особенности. Он видит что? Кого? Как? Можно сказать, что своих воображаемых друзей, но на самом деле он видит мертвых людей. Нас медленно погружают в его мир, мы как бы видим картину происходящего уже от лица этого мальчика, только спустя много лет, когда он, собственно, не мальчик. И он рассказывает, в какую историю ему помогла, так сказать, его способность вляпаться. Из-за того, что он видит мертвецов, естественно, он может с ними разговаривать, и во вселенной Кинга эти мертвецы ведут себя особенным образом, они там то появляются, то исчезают, они особо не отличаются от живых людей, они появляются в той одежде, в которой умерли, они слышны первое время, во всяком случае, для таких детей Индиго, как наш главный герой, потом их голос пропадает, и они уходят в какой-то свой загробный мир, но пока их голос слышен, вот мальчик может их о чем-то расспросить, и мертвецы не имеют права врать. И вот именно эти несколько важных элементов и дают шестеренкам этого романа крутиться, потому что появляется особенный мертвец, который очень сделал плохую вещь, и появляется персонаж, который хочет, как бы у этого мертвеца, узнать, не планировал ли он где-то еще сделать эту плохую вещь, и тут появляется наш, значит, герой. Герой, в общем-то, там довольно много диалогов производит с мертвецами, и много каких-то выгод получает от этого общения, скажем, прямо помогая своей маме, и, в общем, в принципе, втянут, оказывается, во много историй. В принципе, Кинг умеет захватить и умеет нам в самом конце, как вишенкой на торте, точнее, я бы сказала, червячком в яблочке, показать, что он не только писатель про необычных детей, хоррор-триллер истории, он писатель все-таки про сложные психологические отношения и сложную психологию, потому что в конце этого произведения мы узнаем действительную травму этого ребенка, и узнаем ее, конечно же, благодаря его способности говорить с умершими. Он узнает какие-то детали своей биографии, которые, в общем-то, вскрывают карты и делают, наверное, это произведение не столь поверхностной билетристикой, какой бы оно было, если бы в нем был заложен только сюжет, который я вам описала, и только свойства этого мальчика и какая-то мистика. Но на самом деле мы тут видим немножко глубже все происходящее и понимаем, что это особенность мальчика, на самом деле, может быть, и не только его особенность, а какая-то болезнь вследствие того, что он узнал о себе. Как бы тут, в общем, есть над чем подзадуматься, и, как всегда, у Кинга описаны очень хорошие персонажи. Здесь мама-редактор и издатель книг отличный. Мама, между прочим, ЛГБТ-представительница, у нее есть подруга-женщина, и мы, может быть, отчасти понимаем, почему она выбирает женщину себе в партнеры. Эта женщина тут тоже будет фигурировать, она полицейский, и наш мальчик здесь хорошо описан. В общем, здесь всего как бы в меру, при том, что роман небольшой, читается быстро, но Кинг сумел вот в этом небольшом формате нам с вами передать все самое необходимое. Так что, если не читали, то не советую вам откладывать это на позже. А мы идем дальше. Книга, которая у меня не была в электронном формате, но я ее с удовольствием прочитала, это Харуки Мураками и что я говорю, когда говорю о беге. В принципе, Мураками можно писать о чем угодно. Он будет это делать весело, хорошо и задорно, и даже такого формата книги, вот конкретно это, это эссе, мне кажется, ему удается на славу и даже более классно, чем художественные книги, потому что художественные книги у него все-таки на любителя. А эссеистика как будто бы вообще подходит для всех, тем более здесь он касается темы спорта. А спорт это своего рода творчество. В общем-то, темы творчества он в этой книге касается тоже и говорит о том, как именно его пристрастие к спорту, именно к бегу, и повлияло на то, что он смог стать писателем. Более того, это очень классное эссе, которое, в принципе, вас, думаю, вдохновит на то, чтобы заняться каким-нибудь спортом, но в целом настроит на понимание, скорее такого бы рода и формата человек, как мураками, для того, чтобы вам подошел такой спорт, как бег. Мураками у нас довольно своеобразный человек, он очень закрытый, он очень такой восточный, такой с философской ноткой, но с некоторым таким озорством и юмором. И он при этом очень спокойный, очень такой сдержанный и медитативный, я бы так сказала. Поэтому он и выбирает бег, поэтому и бег стал его образом жизни, это для него как поесть, как, не знаю, почистить зубы, это то, что существует в его дне каждый день. И он рассказывает, как вырабатывалась эта привычка, он рассказывает, как менялось его тело в процессе выработки этой привычки. И это читать все очень интересно. Там есть присущий мураками юмор, и там есть какая-то настройка, как будто он немножко пропагандирует, то есть он действительно вас немножко заставляет влюбляться в бег. Так что, когда дочитаете книгу, не удивляйтесь, если она вызовет резкое желание не только пробежаться за другой какой-нибудь книгой, руки мураками, но и за кроссовками. Ну а мы с вами побежим дальше. Ух, я надеюсь, вы не из пластиковых стаканчиков сегодня пили кофе, потому что они вас совершенно точно убьют. Об этом и обо многих других глобальных катастрофах, которые грядут из-за людской беспечности, из-за того, что пластик оказывается просто вторым воздухом. Ну почему-то такие ассоциации приходят на ум, потому что пластик практически есть везде. Пластик есть повсюду, и пластик приносит очень много проблем экологии и человечеству впоследствии. Виолетта Рябка и ее книга «Зэрэвейст на практике» — это очень хорошее погружение для таких не только новичков в этой области, но и уже более опытных людей, которые как-то «Зэрэвейст» применяют в своей жизни. Но кое-что здесь подчеркнут для себя и те, и другие. Здесь очень много информации о том, что есть глобальное потепление, что есть пластик, вообще где он содержится и к чем он опасен. И вы удивитесь, потому что я уж точно удивилась, значит и вы удивитесь, должны удивиться, что пластик есть в самых разнообразных элементах нашего быта, в том числе в одежде, во всяких там игрушках, где только нет. И он приносит, конечно же, много вреда, но не только пластика. Вообще, в принципе, отношение людей к потреблению, отношение людей к вещам, которые не утилизируются, которые не перерабатываются, которые делают специально непрочными, чтобы их нужно было снова и снова покупать и таким образом питать вот эту вот всю капиталистическую машину. В общем, здесь есть довольно много информации, общей, интересной для такого человека, который интересуется вопросами zero waste, вопросами потребления вещей, вопросами того, как можно немножко сделать свою жизнь чуть экологичнее, чем она есть. С аналитикой, с четкими цифрами, данными нам Виолетта Рябко рассказывает об этом всем. Но кроме этого пугающего, мягко говоря, рассказа, здесь есть еще практические советы, чем мне очень понравилась книга. Тем, что здесь даются четкие практические советы о том, как теория малых дел может спасти каждого из нас, и если мы будем делать чуть-чуть больше для экологии в своей жизни, несложных движений, как, например, там поход в магазин с какой-нибудь холщовой сумкой многоразовой вместо пакетиков и куча других, в общем, тут лайфхаков есть, то жизнь в целом станет лучшей, и экологическая проблема, возможно, не будет нагонять нас так стремительно, как она может нагонять. Этой книге я посвятила целый выпуск, у меня есть он на канале, вы можете посмотреть, там я о ней довольно подробно рассказываю, но считаю, что будет не лишним рассказать еще раз, потому что книга действительно полезная и классная, и много здесь идей, которые можно подчеркнуть для себя, если вы хотите немножко как бы встроиться в колею людей, которые чуть-чуть думают о будущем, а не живут сегодняшним днем. Например, я уже начала сортировать бутылки, где написано один, пэт-бутылки так называемые, и потому что у меня под подъездом есть, в общем, такой контейнер, куда их можно загребать, и я решила, что бы нет, не говоря уже о каких-то других вещах, которые я и так делаю, там хожу с какими-то авоськами, стараюсь покупать на вес какие-то товары, но в общем, тут много чего еще есть, чего можно внедрить в свою жизнь, и от этого она только улучшится, как мне кажется. Плюс книга очень красочная и ярко оформлена, тут есть чудесная инфографика, которая, мне кажется, очень помогает восприятию текста, и иллюстрации тут очень классные, в принципе, она довольно яркая и запоминающаяся, и является собой такой баланс между чем-то важным и серьезным, и чем-то развлекательным, поэтому, мне кажется, это очень классная книга для тех, кто хочет ознакомиться с этой темой и как-то поучаствовать в экологическом движении в мире. Ну, а мы с вами идем дальше. От экологии обычной до экологии воспитания, так сказать, рукой подать, поэтому представляю вашему вниманию книгу Памела Друкерман, «Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа». Эта книга оказалась на моей съемной квартире, она бестселлер, я ее очень часто видела в книжных, и, в принципе, много обзоров на нее было, и мне стало интересно, что же это за такой нонфиг. Не потому, что я планирую прямо сейчас детей, но когда-то в теории планирую, может быть, а потому, что, в принципе, мне стало интересно, почему это бестселлер, и действительно ли французские дети не плюются едой. И это оказалось очень интересным чтением, тоже очень быстро читается, и очень классно написано. Это такой нонфикшн в перемешку с автофикшном. Памела Друкерман, мама троих детей, двое из которых близнецы. По национальности она американка, она американская журналистка, но она встречает своего мужа в Голландии, где-то в Европе, и они решают жить в Париже, во Франции, потому что там совпадают какие-то у них рабочие моменты, и они решают переезжать именно туда. И там они решают рожать первого ребенка. И Друкерман, которая выросла в Штатах, воспитывалась в системе американского воспитания, видит, насколько она отличается от европейской, и даже не просто европейской, а французской. И она рассказывает про свой опыт и про свои наблюдения, подкрепляя это все статистикой, изучением каких-то данных, очень такими информативными вставками. Здесь действительно не будет каких-то голословных наблюдений и выражений, потому что все, что она пишет, у нее подкрепляется какими-то исследованиями, какими-то научными статьями и прочим. При этом это не сухой текст, это текст, который ты переживаешь вместе с героиней, потому что она здесь описывает какие-то депрессивные эпизоды, связанные с тем, когда у нее вместо одного рождается двое, и это становится очень тяжело. Она пишет, как ей трудно справляться и так далее и тому подобное. Главная нить этого ее повествования и исследования заключается именно в изучении того, как отличается воспитание во Франции и как отличается воспитание в Штатах. Мы как-то привыкли, наверное, думать, что в Штатах все такие эмансипированные дамочки, там нет декретного, все выбегают просто на работу сразу, ну как есть декретные, но какой-то не очень глобальный. И что там женщины предпочитают уделять внимание себе больше, а не детям. И оказывается, это совершенно неправда, потому что в Штатах, во-первых, нет экономической системы, которая обеспечивает всех женщин там яслями или детскими садами или общественными школами, куда может попасть каждый ребенок, да, и куда мама может его отдать, чтобы самой работать. Они есть, но они очень дорого стоят, это не государственные какие-то учреждения. Во Франции, например, это все есть. В Штатах женщины, наоборот, очень опекают своих детей, очень воспитывают в них эгоизм такой, такое, значит, себялюбие, может быть, у них есть понятие, как ребенок-король, это ребенок, которому нужно во всем всегда помогать, потакать, которому нужно на каждый его чих там аплодировать, каждому его рисуночку или какому-то маленькому достижению придавать большое значение, чего совершенно не делают во Франции. Во Франции, оказывается, более расслабленные родители, во Франции есть понятие у женщин, во всяком случае, что они должны жить сначала для себя, потом как бы для своего ребенка, что все от этого выигрывают. Здесь описываются очень разные вещи, важные, как мне кажется, вот молодым родителям, мне кажется, эту книгу очень здорово будет почитать, потому что тут уделяется, например, вопрос вообще сна. Дети спят трудно, и вообще для любого родителя это стресс, когда только появляются дети, их надо там по ночам вставать, там кормить, что-то с ними делать, чтобы они не кричали, не волновались. Так вот, во Франции дети спать сами долго начинают довольно быстро. И здесь как раз-таки исследуется эта тема. Каким образом французам удается не нервничать и как-то так устроить режим и свое ребенка, чтобы было комфортно, и ребенок спал всю ночь, и мама могла после этой ночи идти на работу, и как-то вот это вот все совместить. Плюс действительно французские дети во многом, как и французские родители, более такие человые, более спокойные, более себе. Может быть в этом и кроется секрет того, о чем говорится вначале, что французы вообще-то не очень сильно впускаются в свою жизнь. Они взрослые французы имеется в виду, они интроверты, они очень сложные ребята. Американцы наоборот такие позитивные, успешные успехи и все такое. И как бы корень, возможно, кроется и в воспитании. Друкерман очень много рассказывает и о каких-то местных петрановских. И местных, я имею в виду в каждом государстве, в США, во Франции, есть свои петрановские и свои ремеш, которые как-то влияют на массовое сознание в плане воспитания. Выпускают какие-то очень популярные брошюры в свое время, или занимают какой-то телеэфир и рассказывают, как правильно воспитывать детей. И, в общем-то, Друкерман как раз-таки рассказывает об этих вот людях, о том, как они отличаются друг от друга, и почему в американской системе все-таки мамы очень тревожные, мамы очень мало отпускают своих детей от себя, они не могут представить, как можно ребенка отправить там в раннем возрасте в какой-нибудь лагерь на несколько дней, да даже к бабушке там на денек-другой не всегда могут отдать. А француженки в этом плане намного спокойнее, намного проще, ко многому относятся, и вот это вот очень интересно читать и наблюдать. Ну а правда ли, что французские дети не плюются едой? Нам расскажет Лена, моя подписчица на Boosty. Лена очень классный педагог по-французскому, и приглашает всех вас на свои курсы. Если вы тоже обожаете круассаны, новую французскую волну, и планируете просто путешествие или свою жизнь во Франции, то рекомендую вам записаться на уроки французского с Леной. Она поставит вам речь и даст хорошее знание языка. Но лучше о своих методах преподавания, о том, в каком формате проходит обучение, расскажет она сама. Ну и заодно раскроет нам тайну. Лен, правда французские дети не плюются едой? Бонжур! Привет, подписчики Яны! Меня тоже заинтриговало название этой книги, я ознакомилась с ее содержанием. И, конечно, она не только и не столько о воспитании детей, но и в целом о французском savoir vivre, знаменитом французском умении жить, умении наслаждаться моментом, правильно расставлять приоритеты. Конечно, чтобы приоткрыть культурный код страны, самый прямой путь — это изучение языка. Ведь, как говорится, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Если вы задумывались об изучении языка и не знали, с чего начать, то вот вам знак. Приглашаю вас на консультацию и диагностику. Это бесплатно. И мы подберем для вас программу, определим ваш текущий уровень. И буду рада видеть вас на консультации и затем на своих занятиях. Я преподаю французский больше 15 лет и делаю акцент на изучении не только грамматики и лексики, но и культуры страны. Au revoir! Bonne journée! Вот такие вот замечательные подписчики у меня на бусте, талантливые и, как видите, многогранные. Не только книжки читают, но и языки изучают. Вы тоже можете стать одним из них. Подписывайтесь туда. Я там выкладываю дополнительный контент и много чего интересного там будет проходить. И игры, конкурсы, загадки, и совместные чтения, и книжные клубы, и все будет. Хотела бы просто, чтобы набралось побольше людей для более обширной деятельности. Так что, бонжур и валкам. И дальше, прежде чем мы с вами приступим к сегменту огромному, прочитанному, женской литературы, литературы о женщинах, поговорим с вами о мужчинах. Я бы даже сказала злобных и опасных мужчинах, которые называют себя инцелами. Целая субкультура. Стефан Краковский сделал настоящее исследование и написал об этом исследовании книгу, в котором раскрыл тему инцелов. Но на самом деле я бы не сказала, что до конца, то есть там есть куда копать, есть какие глубины постигать. Но для тех, кто не знаком с этим понятием и хотел бы узнать, в последнее время она довольно часто фигурирует в СМИ и уже становится больше таким общеизвестным, но все-таки вопросики возникают. Эта книга в самый раз. Инцелы – это мужчины и, кстати, женщины тоже, которые вступили в такой недобровольный целебат, недобровольно лишены секса. И они, значит, объединяются часто в какие-то группы, могут не объединяться в какие-то группы, просто себя относить к инцелам, как к субкультуре такой своеобразной. В субкультуре есть свои какие-то понятия, свои какие-то законы, свои какие-то обсуждения разных проблем. Но в целом проблема здесь, по большому счету, одна. В том, что есть определенные мужчины, которые собрались в кучку и жалуются на то, что жизнь несправедлива, мир несправедлив, и они в этом мире не удостоились женского внимания во всем его проявлении. К сожалению, часто инцелы или вот такая вот позиция, такие люди становятся террористами. В общем-то, книга так и называется. «Как девственники становятся террористами». Тут описывается не один случай. Именно мужчин, которые... Или молодых людей, или мужчин уже постарше, которые врывались куда бы то ни было, в, допустим, женский колледж или в какое-то учебное заведение, расстреливали женщин со словами, что «я не добился вашей любви, так вот теперь вы все умрете». Это течение, как таковое, и вызвало интерес. Стало важным разбираться в том, кто такие инцелы и опасны ли они для общества, именно из-за случаев, связанных с их каким-то очень неадекватным поведением, часто которое приводит к смерти простых людей. Чаще всего это женщины, потому что, конечно же, женщины виноваты в том, что мужчина оказался без пары. Здесь мы узнаем, что проповедует инцелы, что есть у них теория черной таблетки. Это такая, значит, теория, которую они принимают, что, мол, они лицом не вышли, и только поэтому у них нет пары, нет партнера, и им недоступен секс и интим в этой жизни. Они делают разные эксперименты, доказывая кому-то совершенно что-то очень странное, о том, что инцелы могут быть только мужчинами, что женщина не может попасть в такую западню, в такую проблему, где она будет лишена секса. Мол, у женщины есть от природы все, и какая бы женщина ни была хромая, тупая, не знаю, косоглазая, узколобая и так далее, все равно она найдет себе сексуального партнера, она будет востребована на этом рынке невест. А вот мужчина, он как бы вот такой вот, как сказать, данностью не обладает от природы. Увы и ах, ему, мол, надо стараться очень сильно. Это, конечно, максимально спорный вопрос. Тут их некоторые мысли удивляют, раздражают, вызывают просто амплитуду эмоций. От удивления до какого-то гнева. Часто хочется просто пожалеть этих людей, отправить к психологу, потому что их проблемы, как мне кажется, решаемые, и они заключаются не в плохих женщинах и плохом мире, а в комплексах, которые нужно прорабатывать. Но эти люди не хотят принципиально решать свои проблемы. Они считают именно так норм. Они приняли вот эту вот данность, что они некрасивые, они там какие-то недостойные, в общем, отношений и любви, и интима, потому что они инцеллы, потому что вот так вот сложились обстоятельства. Чем хороша книга? Тем, что она не только нам рассказывает про инцеллов. Здесь автор пообщался со многими из них, он взял у них интервью, он как-то вошел к ним в доверие и с ними попытался, во всяком случае, понять их вот эту вот подноготную психологию. Но кроме того, он здесь, конечно, исследует, исследует социологически общество и начинает разбираться, а почему вообще инцеллы стали возможны. Ведь мы жили в исторический период практически весь, когда продолжается этот период под названием патриархат, где мужчины правят, и мужчина всегда ведет такую ведущую функцию. У мужчины всегда, в общем-то, в историческом моменте так складывалось, что у него не было проблем с партнером, потому что он, с партнеркой, да, потому что он мог ее купить, мог ее приобрести, мог ее, там, не знаю, выкрасть вместе с забором, короче, у него всегда была функция, хочу женщину, получу женщину, все. Женщины были и во многом остаются сейчас в зависимом положении от мужчин, поэтому мужчины за счет вот этого, да, патриархального строя, они всегда получали, в общем-то, себе партнера, и проблем таких не было. В общем-то, мы знаем и гаремы, то есть ни одного даже партнера, а многих. А в последнее время, в 21 веке, как-то общество стало стремительно меняться, видоизменяться, женщины получили больше прав и свобод, женщины стали более эмансипированы, и женщины стали более независимы. Соответственно, они могут себе, там, сами самостоятельно рожать, там, с помощью государства, с помощью своих собственных умений и доходов, обеспечивать себя, поддерживать всячески, в общем, не надо, там, ждать добычи косохоты, на мамонта, в общем-то, она может организовать себе все сама, и у этой же женщины, получается, появляются какие-то требования более значимые, чем, как это раньше было, он, мол, плохенький, да свой, да, нужен уже хорошенький, да свой. Поэтому женщины выбирают, и под этот выбор попадают не все, с учетом того, что мужчин все-таки рождается по-прежнему больше, это такая статистика. Не каждый мужчина может вступить в романтические отношения, получить себе партнера и как-то, в общем, реализоваться в любви и в отношениях. Потому что ему уже недостаточно быть просто мужчиной, да, для того, чтобы иметь жену. Ему нужно быть каким-то состоятельным мужчиной, чтобы соответствовать своей супруге. Причем здесь приводится довольно четкая статистика о том, насколько женщины лучше получают образование. Они больше работают во многом, они чаще получают это образование. Они, ну, какие-то, короче, скиллы у женщин в статистическом разрезе, часто во многих странах, выше, чем у мужчин. Соответственно, эти женщины потом выбирают себе соответствующих мужчин. И вот образовывается какая-то группа мужчин, которые не соответствуют какому-то женскому интересу, и они становятся просто обиженными на то, что вот они вот такие вот прекрасные из себя, и просто их нужно любить просто так, а их никто не любит. И они вместо того, чтобы разбираться, что в них не так, и как эту ситуацию можно исправить, и как можно там расти над собой, чем-то заниматься, находить себе партнера, выходить из дома в конце концов, а не целыми днями играть в игры, как тут многие делают, они начинают винить весь мир и предполагать, что, скорее всего, они одиноки, потому что некрасивы, конвенциально. Вот, мол, любая женщина между красивым и некрасивым выберет красивого исключительно, что тоже смешно. Кстати, только что пришла на ум мысль, что коллекционер Джона Фауза, это ведь инцел, это ведь инцел до того, как это понятие появилось, но прям его вот этот вот Калиб, или как там его зовут, он ведет себя как типичный инцел. Блин, точно. Даже когда его заложница, она пытается же все средства, да, найти, чтобы как-то выбраться из той ситуации, в которой она находится, и она начинает предлагать ему интим, ну, мы так понимаем это, но она довольно как-то несуразно это предлагает, но она молодая девушка очень, не то чтобы опытная, как мне кажется, в этом вопросе. Она как бы в его глазах становится грязной, мерзкой, вот он не такой ее ожидал увидеть, ну, вообще, блин, он себя ведет как инцел, типа она как будто бы своим поведением подтверждает его вообще умозрение о женщинах, как мне кажется. Блин, ребята, прикольная, конечно, мысль. В общем, пишите, если со мной согласны. Кстати, видео про подробный разбор коллекционера тоже есть у меня на канале. Книга очень интересная и даже местами пугающая. Я думаю, что это движение, оно будет как-то разрастаться с, ну, так вот, глядя на какие-то тенденции, там, существования мужских государств, сколько это мужское государство в России, в частности, да, там находят у себя сторонников, и многие другие вещи как бы говорят о том, что, да, недовольных женщинами, да и вообще всем миром злобленных мужиков их будет довольно-таки много. Так что, кто это такие, к чему они могут прийти и до чего дойти, стоит почитать в этой книге. Очень советую. Читается быстро, настраивает и наталкивает на разного рода мысли. Ну, а мы с вами отправимся от девственников к теме секса. Кэтрин Энджелл «Секс в эпоху согласия». Тоже очень интересная книга, и она, напротив, в отличие от инцелов, которые там посвящены в основном мужчинам, она скорее феминистичный трактат о том, что хочет женщина, как хочет женщина, и что вообще значит это вот активное согласие, которое все пропагандируют, но которое на самом деле ничего не обозначает. Вообще очень странная какая-то история с ним, потому что от женщины требуют, чтобы она знала свою сексуальность, она знала, чего она хочет, хотя некоторые желания в сексе во всяком случае возникают по мере их, ну, как бы, наступления, да, то есть ты не можешь знать, что тебе так понравится, если ты это не попробуешь, что-то в этом ключе. Но в целом даже не только об этом книга, она, наверное, и в большей степени не об этом, она вообще о женской сексуальности и о двойных стандартах, которые постоянно навязывались женщинам. То есть с одной стороны ты должна быть девственницей, такой невинной овечкой, да, с другой стороны ты должна быть просто распутницей и знать все, чего ты хочешь, знать свои желания, знать свои там, не знаю, хотения, быть такой прям уверенной в себе дамочкой в своих сексуальных интересах и при этом не иметь никакого сексуального опыта. Как это друг с другом вяжется, непонятно. Плюс вообще-то здесь очень много именно раскрывается тема, что женское артикулированное желание очень часто используется против нее. То есть из разряда «сама виновата» происходит, когда женщины, например, тут вот вспоминается из книги, например, приводится в пример суд, я не помню, кого над кем, но суть в том, что там пытались оправдать насильника тем, что эта же женщина, которую он изнасиловал, с другим партнером во время секса использовала какие-то грязные словечки, типа «давай», «давай», «еще», там, да, ну, какие мы знаем, можно использовать словечки. Ну и вот, ей как бы об этом как-то узнали, ей приплели, что раз вот она любит секс, раз она любит так выражаться, значит, она хотела, чтобы ее изнасиловали, что очень глупо. То есть как бы женщине, которая согласилась на секс однажды, приплетают то, что она доступна всегда и должна секс каждому. И вот женщина, которая любит секс, сможет хотеть им заниматься, может довольно открыто об этом где-то заявлять, и вот ее вдруг изнасилуют, значит, она сама виновата. Значит, вот так вот сложились обстоятельства. Ей приплетают, в общем, то, чего приплетать не надо. В общем, тут книга с очень многими размышлениями вообще о женской сексуальности, о том, насколько в обществе все как-то сковано, женщин требуют одновременно каких-то противоположных вещей, и как с этим трудно жить. И тут очень много, кстати, о сексуальном насилии говорится, и о том, что практически везде женщины всегда, когда стали говорить открыто, да, о том, что надо оберегать себя от насилия, как будто все плакаты, вот эти вот лозунги, да, типа, а ты посмотрела, с кем ты села в машину, а ты там достаточно трезва, чтобы там помнить, что с тобой произошло этим вечером, да, они подразумевают, что женщина, они возлагают ответственность за насилие на женщину. То есть ты должна быть достаточно трезва, ты должна смотреть, куда садишься, ты должна заходить в лифт только с проверенными людьми, ты должна там звонить своему бойфренду, чтобы он тебя встретил с остановки, ты, в общем, должна, 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 чтобы тебя не изнасиловали. Вопрос, а что должен насильник? Вот не должен ли насильник как-то не распускать руки, отвечать перед законом, садиться в тюрьму, не знаю, там, порицаться обществом, вот что он-то должен? Вот вопрос. Ну, то есть вот эта вот парадигма, такое отношение к женщинам длилась очень, и длится до сих пор много где, очень долго. И это, конечно, страшно, это настраивает на разного рода мысли. И вообще, в принципе, формула секса, как говорит здесь авторка, и как она об этом рассуждает, она подразумевает, что вот один только какой-то, значит, там, доминант, да, он берет, он имеет, он главный, а второй как бы становится в какой-то слабой позиции, в уничижительной, можно сказать. То есть вот секс как будто это не пространство доверия, где каждый позволяет себе быть уязвимым, и вне зависимости от их гендерных каких-то, да, особенностей, куча мужчин, которые не могут быть, или не хотят быть доминантами, куча женщин, которые хотят доминировать, ну и так далее, разные там возможности есть. А оно все равно, вот это вот пространство сексуальной жизни, все равно встроено в какой-то патриархальный мир до сих пор. Часто отказ мужчину может ранить по какой-то причине, он воспринимает это как удар, как какую-то подлость, какой-то подвох, как проигрыш в конце концов. То есть сексуальные отношения до сих пор для людей существуют как какая-то битва, а не как возможность провести время, получить удовольствие, проработать какие-то свои травмы. Тут мне, кстати, понравилась эта идея, что во многом секс именно и раскрепощение, которое внутри него позволяют себе оба партнера, это как раз-таки такая проработка каких-то страхов и травм. В общем, это очень интересный такой нон-фикшн, это очень качественная книга, которую, мне кажется, стоит почитать, если вы увлекаетесь феминизмом. Здесь много феминизма, здесь много о сексе именно в контексте женского понимания этого всего. И много мыслей на этот счет, которые мне показались интересными. Некоторые из них спорные, но в целом я для себя довольно много подчеркнула, иначе бы я вам так долго об этой книге не рассказывала. Так что, если хотите что-то знать об интиме и вообще о женской стороне этого вопроса, обязательно беритесь читать вот эту вот книгу. Ну а мы с вами идем дальше. Еще один нон-фикшн и тоже про женскую тему, довольно сложный, довольно интересный, и он называется Барбизон. Барбизон – это отель в Нью-Йорке, и, в общем-то, история этого отеля нам здесь описывается. При том, что книга должна была быть как бы про отель, но получился феминистский трактат, потому что Барбизон – непростой отель. Это отель, в котором жили очень популярные женщины. В романе по стеклянным колпакам Сильвия Платт описывает свой опыт, и, в общем-то, она его этот отель как-то канонизировала, я бы так сказала, и прям вписала в историю. Отель был чисто женским таким местом. Он был открыт на сломе вот эпох, в общем, он где-то, ну, в 50-х годах он процветал, и туда стремились девушки, которые хотели не только варить борщи и угождать мужьям, и стирать пеленки детям, а что-то делать в своей жизни еще. В те времена это было довольно трудно, потому что, да, девушки начинали получать образование, начинали куда-то стремиться и как-то чего-то достигать, но в целом все равно обществом очень сильно порицалось женское занятие. Вот женским занятием считались борщи, пеленки, распашонки и мужья. Вот это вот действительно женская работа. Классно было, да, получить образование, чтобы просто найти хорошего мужа. Вот именно это было важно. На самом деле, это образование всем нахрен не сдалось, и никто им не пользовался, никто его не использовал по назначению, а вот мужа хорошего найти, это отлично. Но, тем не менее, были, так сказать, женщины, очень выбивающиеся из общей колеи, вот таких дам, и все-таки стремящиеся чего-то достичь и чего-то добиться. И их было довольно-таки много, и они приезжали в Нью-Йорк, чтобы пойти куда-то по карьерной лестнице. Они селились в этом барбизоне. Здесь же, например, собирали приглашенных редакторов, лучших студентов со всего там, со всех штатов, для журнала Мадемуазель. Они здесь проходили стажировку, они там помогали главному редактору, и главная редакторка этого журнала здесь тоже жила. И отсюда вышли, и вот, как я уже говорила, Сильвия Платт, и Джоанн Дидион, это очень классная такая литературная критикесса, и много других, Грейс Келли здесь проживала, здесь очень много было интересных дам, которые состоялись как-то в карьере, но вот, например, та же Грейс Келли, она, несмотря на то, что стала актрисой прекрасной, любимицей Хичкока, тем не менее, кончила тем же, чем все остальные девушки той эпохи. Она все-таки вышла замуж, и удачно очень, но вот, как бы, карьера ее на этом прекратилась. И это был выбор очень часто женщин, продиктованный социумом. И от этого выбора, в общем-то, и сошла с ума Сильвия Плак, потому что она увидела рассинхрон, она, молодая, красивая девушка, которая приехала покорять Нью-Йорк, увидела, что это нахрен никому не надо, что на самом деле это все фикция, что от нее только требуется там сухажером где-то встретиться, жениться и расти детей, и ее вот это творчество нафиг никому не упало. И у нее вот этот вот рассинхрон вызвал какие-то определенные психические расстройства, которые она описывает в своем произведении. В общем-то, такой рассинхрон был у многих женщин, и здесь они описываются. Кому-то более успешно далось сделать карьеру, кому-то менее, но книга в целом не столько конкретно о женщинах, очень интересных, которые здесь жили в этом отеле, сколько об отеле и вообще о женском пути. О феминизме именно той эпохи, в которую начал строиться отель, видел свои лучшие годы, и вот в 90-х он уже закрылся, стал достоянием общественности, культурным каким-то очень охраняемым объектом, но он уже перестал быть отелем, там все-таки стали продавать квартиры. И тут исследование феминистичного толка, нам будут рассказывать про разные волны феминизма и то, как они проходили в Штатах именно в середине века, и под какими лозунгами, как выглядели девушки-феминистки, а там даже какие-то отличительные признаки у них были внешние, как вообще социум менялся и позволил феминизму как бы вообще войти в грешную общественную жизнь. И где-то и расцвел этот цвет феминизма, пробился он через асфальт маскулинного и очень такого консервативного мира или нет, вот тоже в этой книге можно понять. Я бы не сказала, что мне очень понравилось, как она написана, мне показался текст таким сухопатеньким, своеобразным и не очень классным местами. Местами было сложновато пробираться, но в целом этот отель действительно очень много значит, и это очень классные исследования, вплоть до каких-то восстановления хронологии, восстановления биографии тех девушек, которые здесь живут, жили, восстановление каких-то в общем данных об этом отеле. Мне кажется, это очень крутая работа, на самом деле, кто интересуется как-то архитектурой, устройством Нью-Йорка, тому это очень может понравиться, ну и кто интересуется феминизмом, непосредственно, конечно, тут тоже будет чем поживиться, и тут найдет очень много имен, на самом деле, из писательниц и деятельниц хоминистических разных течений, которые можно взять на заметку, чтобы их почитать и о них чуть-чуть больше узнать. Так что эту книгу советую, если интересуетесь всеми этими темами. Ну а мы пойдем от отеля уже дальше. И сейчас мы с вами немножко ускоримся, потому что я вам расскажу про целых, целую стопочку книг, которые вошли в неделю чтения женщин в преддверии 8 марта. Вы можете посмотреть все эти видео на канале, там я довольно подробно рассказывала про каждую из этих книг. Но сейчас мы с вами пробежимся, причем не по всем. Одну из них я не включила, именно этих 12 прочитанных книг, но она когда-нибудь появится в следующий раз. Так что сейчас в шустреньком темпе давайте поговорим о книгах женщин. И первая у нас, конечно, здесь Вирджиния Вульф. Мне кажется, классика феминизма, классика феминной литературы, классика вообще женской литературы, ну и в принципе классика как таковая тоже. Я много о Вирджинии Вульф знала, но не то, чтобы много прямо ее читала. И вот наконец-таки настал тот момент, когда я решила, пора, пора, пора. Порадуемся на своем веку. Миссис Делуэй. Роман неспешный, хотя очень такой постмодернистский, очень такой, как картина импрессионистов, я об этом уже говорила на своем канале, немного такой затуманенный, в том плане, что это и поток сознания, и поток мыслей главной героини, которая, в общем-то, готовится к большому празднику. Наша главная героиня, это вот, собственно, вот эта вот мисс, которая сейчас уже за 50, но она такая дама высшего света, у нее все хорошо, у нее есть муж, у нее есть дети, и она из благосостоятельного такого общества, из хорошей семьи, живет свою прекрасную жизнь. И вот она решает, значит, забахать в банкет какой-то и собрать всех старых друзей. Выкинуть хлам из дома, старых собрать друзей. Вот, собственно, этим занимается наша мисс, и попутно она вспоминает свои какие-то юные годы, размышляет о том, как могла сложиться ее жизнь, а на эти размышления ее натолкнул некий мистер, который был ее первой любовью, и который внезапно решил появиться и на этом мероприятии. И мы увидим, и как они взаимодействуют с этим мистером, и как она вспоминает о том, какие отношения у них были, и почему она выбрала не его, а вот этого вот статного, приятного и богатого своего мужа, с которым счастливо прожила в браке, и что бы было, она размышляет о том, если бы она выбрала другого мужчину, и как, в общем, складывается ее жизнь. В общем-то, все равно получается, хотя это и женский роман, и считается фемильной очень такой прозой, феминистичной, да, все равно роман о том, как женщина выбирает между двух мужчин, и между стабильностью, и какой-то экшеновостью, которую она в итоге не выбрала, и вроде как жалеет, но вроде как об этом и не жалеет. Но попутно мы здесь, в общем-то, погружаемся в довольно сложный мир мыслей мисс Деллауэй, мы погружаемся в сложные отношения, взаимоотношения общества, в те требования, которые выдвигались тогда женщинам, и почему она все-таки предпочитает вот того мужа, с которым он живет сейчас. Мы погружаемся в общество, которое пережило войну, и это тоже здесь отдается в отголосках, и, в общем-то, погружаемся в такой роман, где все довольно смешано, довольно запутано, и такими вот, знаете, как точечками нарисовано. Стиль модернизма в художественном ключе, но вот только в тексте. Роман читается быстро довольно, и мне показался не таким страшным, как его, может быть, когда-то кто-то рисовал, мол, довольно сложный роман. Он действительно сложный, его можно разбирать на разных ступенях, и погружаться в него по-разному очень. Тут есть много чего, куда можно глубоко копать, но даже если читать его довольно быстро и для удовольствия, то, в принципе, можно получить это удовольствие, и как-то проникнуться симпатии или антипатии, как вам вздумается, к персонагине, главной героине этого романа, и как-то проследовать за ней и за ее историей в этом вот, можно сказать, романе «Взросление». Только «Взросление» здесь идет уже от зрелой такой девушки 20-летней до очень зрелой женщины, которой сейчас 50-м чем-то лет. В общем, я рада, что я познакомилась с Вирджинией Вульф. Более подробно об этой книге можете увидеть в моей неделе чтения. Ох, следующий наш роман, это, значит, «Бель Эпок». Следующая книга очень тоже мне понравилась, это «Эдит Уортон» и «Эпоха невинности». Вообще, «Эпоха невинности» до меня потом только дошло, после того, как я ее прочитала, это «Бель Эпок». Это та эпоха, которая во Франции и в Штатах происходила очень под разным углом, и мы это видим. Я, кстати, это проанализировала уже позже потом, и поняла, да, что в этом есть соль. В общем, в книге мы попадаем в такое пуританское общество консервативных американцев. В пуританском обществе консервативных американцев есть главный герой этого романа, который собирается жениться. У него такая очень невеста такая вся, воспитанная, они друг друга знают много лет, и, в принципе, к этой свадьбе шло, и никто не ожидал никакого подвоха, все готовятся, в общем, к торжеству. Но внезапно к невесте приезжает какая-то ее дальняя родственница из Франции, и наводит просто, дестрой устраивает в этой всей компашке. В этом сеттинге, кстати, опять-таки, сегодня что-то много фаулс вспоминается, но вот «Женщина французского лейтенанта» очень похожа на это произведение. Думаю, фаулс и черпал отсюда вдохновение тоже. Но, в общем, суть в чем, что во Франции как раз-таки процветает это самое «Бэль эпох», как мне кажется, по временам это совпадает. И там все довольно раскрепощены, у них более свободные нравы, а до Штатов вроде бы это еще не дошло. Они сдержаны, у них там какие-то очень серьезные, какие-то рамки, общество подчинено каким-то определенным законам, вот «Женщина должна то, мужчина должен это», все должны там определенный момент гулять, смотреть, там, не знаю, веером там в правильную сторону размахивать, и все в таком духе. И вот, значит, наша эта французская мадам, между прочим, с польскими корнями, приезжает и влюбляет в себя главного героя. То есть вот ее какая-то такая непосредственность, ее смелость, ее раскрепощенность, ее отсутствие интереса к этим рамкам, в которых живет общество Нью-Йорка, его совершенно поражает, сражает на повал, и он чувствует, что он где-то хотел бы так же, но, как говорится, и хочется, и колется, и мамка не велит. Тут вот, в общем, закручивается вот этот вот какой-то любовный треугольник, мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что, в общем-то, он смотрит в сторону вот этой вот мадам, приехавшей, но он не может разрушить свою помолвку, и не может жениться на ней. Они хотели бы быть вместе, но не могут, не спрашивайте. Вот сюжет в том духе. В итоге наш главный герой ни на что не отваживается, он все-таки женится, как и планировал на вот этой вот, значит, светской благоразумной барышне, у них там семья, дети и все остальное, и спустя сколько-то, много лет уже дети выросли, время поменялось, вообще никто так не относится к выбору жизни, как это было раньше, и что люди и женятся, и разводятся, и находят новых партнеров, не рассчитывают на то, что можно найти качественного, хорошего партнера прям с первого раза, как-то это считается чем-то устаревшим, и жена главного героя умирает, и он со своими детьми вот отправляется как раз во Францию, где живет вот эта вот его первая любовь, и в итоге они бы должны встретиться, но получается это или нет, и какие, в общем, мысли у нашего героя крутятся в голове, это вы уже почитаете в этой книге. Книга мне очень понравилась, она здесь, конечно, за этой историей любви скрывает нечто большее, потому что мы все-таки видим, здесь много психологических нюансов, много тонкостей, много нерешительных персонажей, каким является главный герой нашей книги, который так и не смог ничего сделать для того, чтобы изменить свою судьбу в каком-то интересном русле и направлении. Мы при этом видим срез общества, мы видим, какой Нью-Йорк, какое общество, как общество вообще лезло друг к другу в окна, в двери, в кровати, в общем, и всех интересовал, или те вещи, которые приватные, и какая-то частная жизнь, которая интересовать, в общем-то, никого не должна, кроме, собственно, тех людей, которых это касается. Тем не менее, вот были требования у всех друг к другу какие-то, были какие-то правила, какие-то ограничения, зачем, непонятно, но очень интересно. Поэтому, если хотите почитать что-то вот такое вот о Нью-Йорке в период Белль Эпок, но более строгих правил, чем этот период ознаменовался в Европе, обязательно возьмите Эпоху Невинности. Просто так она названа Эпохой тоже, эта книга. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Дальше у нас книга, которая меня разочаровала, это российская авторка Алла Горбунова «Ваша жестянка сломалась». Это книга, в которой авторка попыталась в такое философское эссе и немножко в какой-то метафизический, фантастический постмодернизм. Вот так бы я бы назвала эту историю. Здесь у нас есть главная героиня, которая занималась в каком-то НИИ, в общем, была ученой, и все у нее было хорошо, но потом она выходит в декрет, уходит, в общем, с поста своей ученой занятости и начинает заниматься мужем и детьми. Но внезапно ей звонит какой-то бывший коллега и говорит, мы разработали супер какую-то нейросеть, супер какой-то искусственный интеллект, зовут его Елена, и Елена хочет работать исключительно с тобой, потому что ты кажешься подходящим объектом. И, в общем, она взаимодействует с этой Еленой, и ее мысли и взаимодействие Елены превращаются в какой-то поток сознания с переплетением каких-то мемов, каких-то заголовков новостей, цитаты с книг, с фильмов и всего вместе взятого, за которыми сюжет не виден совершенно, философия тут тоже очень какая-то диванная и не очень правдоподобная, и сам мир с этой Еленой не прописан. То есть мы ничего, кроме главной героини, которая, в общем-то, взаимодействует с этим искусственным интеллектом, но это взаимодействие ни к чему толком не приводит, ничего не видим. Поэтому мне не показалась эта книга интересным экспериментом, мне показалось это просто какой-то кашей немножко. Я ожидала от этой книги больше, с учетом того, что Аллу Горбунову я читала «Хиросима. Моя любовь», и мне довольно-таки понравилось. Там все-таки было интереснее, может быть, потому что меньше было вот этой фантастики какой-то накрученной, а больше каких-то личных переживаний и воспоминаний. И это авторке точно удается неплохо, чего не скажешь об этой книге. Но вот такая вот она у нас есть. Может, у кого-то вызовет интерес все-таки современная русская литература с таким налетом модернизма и фантастики. Может, кому-то понравится, но не мне. Ну, а мы с вами идем дальше. Добралась я до Ширли Джексон и ее лотереи. Лотерея — это сборник рассказов, который вообще, если не знать, что это сборник рассказов или не думать об этом, можно вполне себе счесть и за какой-то один роман, в котором просто очень много разных историй. Они, между прочим, как-то так составлены, именно эти рассказы. Тот, кто это делал, большой молодец, что они действительно как будто подчиняются какой-то одной истории. И я была вообще впечатлена Ширли Джексон. Это детективщица, это хоррористка, назовем так, которая пишет очень такие интересные романы. И мне захотелось, конечно, в ее большую прозу. Большая проза — это, например, «Призраки дома на холме». Мне очень не понравилась экранизация, но теперь, после того, как я прочитала ее малую прозу, рассказы, я думаю, что книга лучше. И я хочу в ближайшее время почитать ее книгу по большую прозу, потому что была очень впечатлена маленькими рассказами. И они прям очень крутые. Во-первых, они действительно нагнетают постоянно какую-то обстановку тревоги. Во-вторых, они нагнетают эту обстановку тревоги не потому, что они очень страшные, а потому, что тут описываются какие-то невротики, какие-то немножко люди с какими-то психологическими такими загонами. И тут они объяснены, почему эти загоны у этих людей возникают. Поэтому это интересно читать. И в целом как-то это говорит больше даже об обществе, что ли, того периода, в который писала Ширли Джексон, чем о самих людях. То есть общество такое на грани между вот этим вот обществом, где были очень сильные традиционные ценности, это 50-е годы, да, где женщин там заставляли там, не знаю, расти детей, быть такими, в общем, дамами с коробки хлопьев, где счастливое семейство их радостно поедает. Короче, семья должна быть традиционной, у женщин и мужчин должны быть определенные обязанности, они кому-то постоянно что-то должны. Женщины должны быть матерью, мужчина должен быть там добытчиком, у них должен быть шикарный дом. Все, короче, все кому-то что-то должны. И при этом они должны оглядываться по сторонам и смотреть, чтобы у соседей не было лучше и соответствовать как-то тому уровню жизни, который от них ждут. При этом мы понимаем, что скоро все динамично изменится и будет большой отток в города, будет такой период уже больше глобализации, мегаполисов, где какого-то, не знаю, киберпанка, что ли, да, где в больших пространствах человек будет чувствовать себя одиноким, несмотря на то, что он погружен в огромный социум, где много людей, но он все равно будет чувствовать тотальное одиночество. Здесь этого все-таки нет, здесь все-таки какой-то комьюнити, где ты вроде как не одиноков в рамках семьи, но эти рамки довольно-таки тебя ограничивают и заставляют нервничать. В общем, не знаю, понятно ли я вам объяснила, но это действительно очень тревожные рассказы, которые нельзя назвать классическим хоррором, а именно понравятся и подойдут тем, кто любит, когда за ширмой классического хоррора прячется что-то еще глубокое и интересное, что хочется разбирать и в чем хочется копаться. Я вот тот человек, поэтому Ширли Джексон определенно моя писательница, и мы с ней продолжим знакомство дальше. Фух, ну и последнее, но не по значению, это книга, которая, конечно, от которой я глобально ничего не ожидала, я даже не знала толком, что это за книга такая интересная, но она меня поразила до глубины души, и она большая, но читала я ее с большим удовольствием. Это действительно книга, которая показывает слом общества, какой-то определенный период, какую-то определенную эпоху, которая вызывает очень много разных чувств, потому что там куча героев и главные персонажи, то они тебя раздражают, то ты им сочувствуешь, то наоборот думаешь, ну вы вообще какие-то невероятные, что вы там делаете для людей, это просто что-то прям ух. Очень много эмоциональных качелей в этой книге, и я не удивлена, что она получила Нобелевскую премию. Говорю я про «Великие мечты» Дорис Лессинг. Если вы не читали эту книгу, и я заметила, что видео с обзором этой книги набрало меньше всего просмотров, я вам, во-первых, советую вернуться к нему и посмотреть, там я более подробно о ней рассказываю, а во-вторых, очень сильно советую почитать эту книгу. Здесь мы будем иметь дело с таким количеством всего, что просто ни в сказке сказать, ни пером описать. Наша главная героиня, британка, рождается в период до Второй мировой войны. Она не супербогатая, не супербедная, но, в общем, как-то она крутится-верстится, пытается свою жизнь строить и уезжает из какой-то глухой британской деревни в Лондон. Там знакомится с каким-то молодым человеком, не очень серьезным, каким-то довольно странным, но вроде у них завязываются отношения, и дальше у них рождаются дети, и они уже связаны с ним узами брака. Потом этот молодой человек исчезает из ее жизни, и этих детей она должна вывозить сама. Но тут появляются родители молодого человека, а оказывается он из какой-то довольно элитной буржуазной семьи, британца и немки, и вот его мать появляется и предлагает помощь, хотя ей не нравится ни эта девушка, ни поведение своего сына, но она как бы хочет какие-то отношения с внуками наладить. И вот она предлагает ей помощь и предлагает ей жить у них в доме. А дом у них просто шикарный, на кучу квартир, там как бы действительно может вписаться много людей, и по книге они постоянно туда и вписываются. В общем, значит, мать Юлия, она будет тоже одним из главных и ведущих персонажей. Она такой как бы персонаж из прошлого, она представитель ушедшей эпохи какой-то, и она вот как раз приглашает в себе дом, получается, свою невестку и ее детей, при том, что невестка уже развелась с этим мужем, и муж жутко непутевый, то есть сын Юли, и там просто начинаются ревущие 60-е в этом доме, потому что вот как раз мы в момент 60-х поселяемся в этом доме с этой семьей, и там растут эти дети, которые постоянно тащат каких-то своих знакомых, друзей, каких-то людей абсолютно рандомных, тут все постоянно революционеры какие-нибудь, все постоянно в поиске каких-то новых идей по изменению мира, они все молоды, они все горячи головой, умом, и что-то хотят поменять, но в основном просто занимаются каким-то нахлебничеством под крышей у этой Юлии. И, в общем-то, Юлия на это особо добро не давала, но она не может сказать нет, а по сути навела их не она, а вот друзья ее невестки. Ну, в общем-то, куча мала народа постоянно присутствует в этом доме, потому что всем, видимо, нужна крыша над головой для своих революционных идей, и мы видим очень-очень много разных людей из разных каких-то срезов и слоев, и слышим их идеи, видим, как они действуют, видим и психологию, и переживаем какие-то важные вехи в истории вместе с ними. Но вторая часть книги будет еще интереснее, хотя не такая динамичная. Она будет посвящена Африке, куда отправится одна из главных героинь этой книги, тоже там довольно много главных героинь, она будет там спасать африканских детей от болезней, она врач, от СПИДа, от безграмотности, и, в общем, будет там волонтерить. И мы будем видеть проблему Африки и проблему СПИДа в ее зачатке, в том, откуда она пришла, что не сделали власти, чтобы это все предотвратить, и много чего еще мы будем видеть. Здесь очень много социальщины. Это удивительно глубокий роман, я вообще не понимаю, как бы я говорила, что он большой, но тут столько тем, что ощущение, когда я его прочитала, у меня было ощущение, что он в 6 раз больше, чем то, каким он является. То есть настолько концентрирована здесь и психология, и история, и какие-то жизненные судьбы, и судьбы государства вообще, и судьбы мира, что просто невыразимо. Очень рада, что мне попалась в руки эта книга, и я, конечно, наверное, познакомлюсь с чем-нибудь еще у Лессинг. Вроде бы это одна из самых тяжелых ее книг, остальные должны быть полегче, но это не точно. Но вам всем очень советую присмотреться к этой прекрасной авторке и почитать эту книгу, особенно если интересуетесь периодом 60-х. Вот так я бы сказала. Ну что ж, ребят, я вам рассказала о 12 запланированных книгах, которые я прочитала с большим удовольствием. Надеюсь, вам они тоже понравятся. И по традиции, которую мне не хотелось бы нарушать, которая была заведена в прошлых выпусках, видео с прочитанным, это рандомным образом выбирать на прочтение кого-то из Нобелевских лауреатов, которые есть в этой коробочке, и рандомно выбирать кого-то из моей читалки для чтения и для следующих выпусков с прочитанным. Давайте начнем. Сначала Нобелевские лауреаты. Потяжелее, так сказать, выбор. Вот, ну пусть кто-то хорошенький нам попадется. Смотрите-ка. Их много. Андре Жит, между прочим. Франция. Слушайте, Андре Жит, его очень много у меня почему-то было у мамы в библиотеке, но вот никогда не читала его. Мне кажется, это должно быть интересно. Франция. Франция тоже должно быть интересно. Много у нас сегодня про Францию, да? Это все магия Лены и ее уроков французского, на которые, я надеюсь, все пойдете и будете у нее учиться. А в моей читалке сейчас мы тоже кого-нибудь выберем рандомным способом. Это я тоже люблю. Тут очень много книг. До некоторых из них я просто никогда не доберусь, если вот таким вот случайным способом. Не буду этого делать хоть иногда. Ой, интересно. Макс Брукс. Руководство по выживанию среди зомби. Ой, ну это что-то смешное, забавное. И мне кажется, быстро прочитается. И мне кажется, я даже начинала когда-то это читать. Ну давайте еще раз почитаем. Как выжить в апокалипсис никому из нас не помешает знать, правильно же? Поэтому Макс Брукс нам тут методичку подогнал. Так что давайте мы ее изучим подробнее. Ну а на этой ноте прекрасный с намеком на апокалипсис я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих видео. Не забывайте про лайки, подписки, донаты, про все-все-все. Ну и также про любовь к чтению. Ну а пока классных вам книг и книжных приключений. Пока-пока!